Доброволец России 2018. В столице Чувашии прошел итоговый форум регионального этапа всероссийского конкурса. Юлия Важенина расскажет о самых отзывчивых людях республики. Я хочу подадить тебе безвозмездно. Что, что? Помолчи, Пух! Извини, я только хотел узнать, без чего? Безвозно, без дно. То есть, дадом. В отличие от Вини Пуха, эти люди точно знают значение слова «безвозмездность». Каждый из них в свое свободное время помогает тем, кто нуждается в их внимании. Одиноким людям, пожилым, инвалидам, многодетным семьям. Более 800 добровольцев собрались в ДКЧГУ поделиться опытом, узнать о разных направлениях волонтерской деятельности. Огромное количество площадок, на которых, естественно, волонтеры-медики, на которых мы будем делиться опытом. К сожалению, ребята жалуются, что не могут попасть одновременно на несколько площадок. Но я думаю, что через часа-полтора мы им разрешим немножко перетусоваться. Площадок 6. Волонтерство в сфере медицины, образования, наставничества, социальной политики и даже коммуникаций. Сегодня, во всемирный день телевидения, мы просто не могли пройти мимо этой площадки. Медиа-волонтеры. Кать, привет! Привет! Пожалуйста, медиа-волонтер. Это кто и для чего он нужен? Я думаю, медиа-волонтер – это социальный коммуникабельный человек, который нужен, чтобы просвещать информацию среди разных людей, в разных источниках, областях, и который распространяет эту информацию в различных социальных сетях. Уже успели рассказать вообще про движение информации, о том, что большое значение сейчас играют социальные сети, в частности, Инстаграм, ВКонтакте, и можно таким образом распространять информацию. Одна из самых интересных площадок – про боноволонтерство. Его характерная черта – оказание профессиональной помощи. И здесь в качестве добровольцев взрослые люди. Именно вот взрослые волонтеры. Как раз мы можем, вы правы, заниматься более чем-то важным, значимым. Ну, и организовывать детей можем, собирать детей, создавать какие-то группы. А даже как… Вот я помимо математики, например, занимаюсь еще хореографией. Собираю, например, в школе бесплатный курок и помогаю детям. И на примере своем хочу показать, что мы готовы помогать безвозмездно. Но, пожалуй, самой массовой стала площадка «Социальное волонтерство». Это довольно широкое понятие. Оно состоит из разных видов добровольной помощи. Будь то помощь инвалидам, пожилым людям, бездомным или просто посадка деревьев. Объединяет «Социальное волонтерство» общий глобальный результат. Из небольших конкретных дел вырастает целая роща добра, понимания и поддержки. Или же самая настоящая – зеленая. Сложно описать словами, но на самом деле это кайф. Когда ты видишь, что твои действия, твое участие в жизни людей приносит пользу, что человек от этого получает какое-то удовольствие, становится сильнее. Ну, это кайф. Бывает, добровольцы не знают, кому именно помогают. Но ведь и смысл в другом. В понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так, сделать что-то беспривычного для… Потрясающая сейчас атмосфера. Собрались ребята, которые реально хотят понимать, что такое социальное волонтерство. И не просто понимать, но этому научиться. Чувашия меня который раз просто поражает своей открытостью, потрясающими историями, ребятами, с которыми мы сегодня общаемся. И я уверена, что в вашей республике все очень хорошо. Растет то поколение, которое реально нашу страну будет делать счастливой. Поле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе найдется почти всем. Для этого даже не обязательно заполнять анкеты, регистрироваться и проходить обучение. Можно просто договориться с соседями и выйти во двор, убрать мусор, посадить цветы, подкрасить качели на детской площадке. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.